Да. Привет, друзья. Значит, здесь у нас мы с Михаилом, Татьяна, и еще у нас друг, который вышел к нам, потому что его тоже зовут Михаил. А он будет нам про сказки говорить, что не случайно там, нам же казалось, что там эти северные сказки такие жестокие, или еще какие-то сказки заграничные жестокие, а он мне написал вчера, это не случайно, вот он сейчас скажет. Расскажи, пожалуйста, Михаил, пару слов об этом. Мы хотим тебя услышать, потому что это очень важно, потому что после тебя про эти сказки я буду тоже говорить, но уже не сказки, я буду говорить о том, чем отличается школа человек будущего от школы настоящей и вечной, которая была всегда на планете. Я буду говорить о том, что мы к принципу повторения мать учения добавили новый принцип, принцип подбора путем перебора, это очень важно для массовой школы, чтобы человек каждый, а это как раз таки в наш век интернета, то, что это как раз таки для неопределенных, ну там я расскажу, расскажу, чем отличается наша школа, всех школ существующих в мире. Давай, пожалуйста, про сказки. Про сказки я не знаю, как камера, что-то у меня тут. Да, нажимай на камеру. Наташа, подскажи, пожалуйста, наша Наташа, она там в Белоруссии, она нам помогает соединяться, связываться. Наш писатель, книжка которой скоро выйдет у нас. Так, Наташа, скажи, пожалуйста, где мы, Михаила, должны нажать кнопку, чтобы он вошел? Работал вроде. Там, ну как странно, почему у вас? Видит камеру, почему там? Надо нажать на кнопку, Михаил. Я вам скину. Мы слышим, но не видим. Да. Мы слышим ваш голос, но видео нажмите. Мне кажется, он отключился. Отключился, да. Да, потому что сказочники у нас такие, вот уходят, так сказать. Пока он, я ему там, я в телеграме с ним общаюсь, сейчас я ему напишу, чтобы он снова включился. А кто не подписан в телеграм, пожалуйста, подписывайтесь. И, может быть, там кто-то захочет тоже к нам войти и что-то сказать, пожалуйста. Только сначала напишите. А где мы все? Да, мы сейчас, мы его уже там. Мы сейчас записываемся. А я себя не вижу. Ну как же, вот он ты. Есть, есть. Да, и Татьяна. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы откуда нам звоните? Вот мы вас пригласили. Вы где, в каком городе находитесь? Сейчас, в данный момент, я нахожусь на Маврикии. Это островок в южном полушарии. Это даже, там даже и не город. Да, вот у меня есть такая традиция. Я всегда спрашиваю человека, когда он говорит, где он находится, я спрашиваю, а как там у вас погода? Прекрасная погода. Плюс 20. А, ну да, интересно. Так, сейчас мы к вам обратимся с просьбой сказать тоже кое-что. Ну вот мы ждем там Михаила. Так, ну я вот зашел, а что-то у меня с камерой какая-то проблема. Может быть, я тогда без камеры расскажу? Ну давайте без камеры. Не тратить время, не свое, не слушатели. Давайте, вперед. Смотрите, дело в том, что многие очень вещи, именно по сказкам, да, у нас получается, им даются некие образы. Я не читал сказок, про которые Михаил рассказывал, да, конечно. Вот, я только знаю, что у северных народов есть, ну, определенные свои понятия, да, как устроен мир, как делается там что-то, да. Вот, и у них идут такие моменты, как если ты недостаточно развит для жизни, значит ты недостоин жить. Вот, то есть выживать должно самое лучшее. Вот, и на многих, допустим, Алиутских островах или там островах вот этого Камчатского, рядом с Камчаткой, вот, здесь, они даже не пускают, допустим, вот, другие собаки появляются, да, то есть они очень берегут свою породу, собаку. Если появляется кто-то с другой собакой, какая-то собака, они ее просто отстреливают сразу. Вот, был даже момент, когда приехал один-один английский лорд со своим любимым догом, с которым они ходили везде, 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 да, вот, ну, и сначала чуть не пристрелили этого дога, потом чуть не пристрелили этого лорда, и, в общем, он вынужден был, пока пароход стоял, находиться на этом пароходе. Я хочу понять, я извиняюсь, Михаил, важный вопрос. Это сказки такие, да, где вот правдиво все вот так жестокими обращениями и так далее. Это что, детям читают или где эти сказки вообще? А это идет именно понимание. Я вам могу этот вопрос проиллюстрировать, допустим, на русской сказке, потому что это мне ближе, и я эти вещи разбирал, да, вот, есть сказка о трех братьях, вот, старший умный, средний добрый, а младший дурак. Есть сказки, в которых два старших брата продали младшего, ну, то есть, ну, кажется, ну, бред какой-то, да, ну, ну, что это такое, ну, братья, брата продали, да, в современной точке зрения это кажется вообще просто, ну, ну, как бы неприемлемым. Ну, дико, да, дико, да. Вот, но если мы начинаем разбираться, да, то старший брат, если мы берем тело человека, старший, самый высокий брат, вот, это голова, это логика, средний брат добрый, это сердце, это чувство. Это метафора вроде бы. Да, 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 действительно. А младший брат. Что за сказка такая? Вот я хочу понять, это мама ребенку его укачивает и сказку эту рассказывает, или что, что значит сказка? Вот смотри, давайте я объясню вот сначала вот этот момент, вот, а потом уже скажу именно по сказке до конца, вот, то есть, старший – это ум, вот, старший брат – это ум человека, одного человека, вот, мой ум, ваш ум, там, другого человека, да, вот, средний брат – это чувство человека, вот. А младший брат – это чувство, интуитивное чувство окружающего мира. Можно вопрос, да? Да. Мама ребенку эту сказку рассказывает, ему, допустим, два годика, она ему рассказывает эту метафору, да, он понимает, что это ум, что это средний брат – это там то, а младший брат – это то. Он понимает в этом возрасте, что она ему рассказывает? Если в народе это и есть, то он понимает. Опять же, на интуитивном уровне, потому что дети, ну, два года – это все-таки больше интуиция работы, именно природная интуиция. И когда… В сердце они умнее нас гораздо, потому что я бы понял полтора-два года, что это три брата, что это метафора. Да, они младшие все. Они младшие, да. То есть как? Ну, их продать можно. Я не понимаю. Не в этом дело. Это когда один человек, вот, ради корысти, да, и используя свои чувства, продает свою природную интуицию. То есть ради денег он готов продать все в мире, и у него пропадает просто чувственность окружающего мира, ощущение окружающего мира. Поэтому он готов угробить речку ради денег, вот, потому что не чувствует ее жизнь, не чувствует живую жизнь. Слушайте, вот вы мне это рассказываете, мне 72 года. Я задаю вопросы, потому что мне непонятно эта сказка. В том изложении, как вы говорите с комментарием, что это там брат старший, брат младший, что это метафоры. Да. Я вам задал по этому вопрос. Это ребенок понимает, что это метафоры, или он буквально понимает то, что ему рассказывают, и поэтому как он будет на ней воспитываться, если для рассказывающего это метафоры, а для ребенка это буквально. Как он это будет понимать? Дело в том, что сказки не писались чисто для детей, они писались для того, чтобы сохранить мудрость, сохранить информацию, сохранить понимание. Поэтому настоящая сказка, она пишется для всех, и в ней каждый понимает свое. Дети понимают свое, юноши с девушками свое, да, взрослые свое, старики свое, вот, и до каждого доходят на определенном уровне. Хорошо, это я могу принять. А скажите, а детям что тогда рассказывали на севере? Вот вы это сказали, что это для всех говорится, кто как понимает, а для детей что мама рассказывала в детстве? А так и рассказывала. Опять же, дело в том, что в древности люди больше, ну, как бы, сталкивались со смертью. Более часто. Поэтому и детям говорили, ну, допустим, вот каких детей ел баба Яга, да, как говорят. То есть она не детей напрямую ела, она съедала старую сущность. Как бы съедала? Потому что баба Яга – это существо, ну, как бы, женщина, которая отправляет на тот свет. Живет на кромке, вот, и какие-то моменты отправляет на тот свет и иногда обратно. Так вот, ребёнок... Адаптированные сказки, как вы называете, это те сказки, когда ребёнку рассказывают про бабу Ягу, но при этом сказка кончается хорошим концом, где добро побеждает зло, и бабу Ягу кто-то там не послушал, и поэтому на коне поскакал, и нашёл яблочко волшебное, и женился на любимой невесте. Ну, это да, это обязательно. Ну, а если сказки с плохим концом, вы говорите там... Нет, почему, почему с плохим концом? Детам какие сказки рассказывают? Вы вот как специалист, который столько лет посвятили изучению сказкообразованию, скажите, пожалуйста, мамы детям какие сказки рассказывают, добрые или злые? Любое добро всегда будет соразмерно со злом, да, не может быть... Вот я ответ не понимаю ваш. Ребёнок же не философ ещё, он же не различает, где вы метафору говорите, где буквально говорите. Он всё воспринимает буквально. Вот вы ему говорите, что баба Яга костяная нога, он так себе это и представляет. Он же ещё не философ. Правильно. Ну, так вот. Ну, просто есть очень много практик, зашифрованных именно в этой. Баба Яга, ещё раз повторю, баба Яга съедает не просто ребёнка, она съедает его старую сущность, когда ребёнок переходит из одного возраста... Как если баба Яга, вот там не старая сущность, она съедает, ребёнок этого не понимает, у неё нет ещё абстрактного мышления, он не отвлечённо мыслит, он воспринимает буквально в два года. И когда мама ему расскажет, что она его съест, так он же спать не сможет. Так в два года особо ты не рассказывали такие сказки. Так я же поэтому вас спрашиваю, мама ребёнку, какие сказки рассказывают. Я поэтому уточнил вопрос. Я вообще хочу сказать, друзья, когда вам что-то непонятно, вот меня, мудрого старика, послушайте, задавайте вопросы. Потому что вот бывает, я помню, в школе мне что-то непонятно, вопрос задать неудобно. И почему вот, а и остаётся это непонятное. Да, и так вот получается. Ещё интересно, что в школе нашей старой повторение мать-учения. А нам же всё время говорили ещё, ты должен понимать, а если мы занимаемся только тем, что повторение мать-учения, как нам понимать, когда мы повторение мать-учения, у нас вырабатываются шаблоны, стереотипы мышления, и потом в ситуации нашей современной, и тем более в будущем, в условиях неопределённости, это шаблонное мышление не действует, потому что эти стереотипы не работают, потому что в ситуации неопределённости неожиданность какая-то может быть. А как нам там реагировать? А наша школа отличается тем, что, во-первых, «почемучки» – это молодцы, только гении, они «почемучки» всё время, они пытаются решить вопрос, размышляя и задавая вопросы «почемучки». Да, и я хочу призывать, чтобы все задавали вопросы, если что-то не понимают. И, вторых, в условиях неопределённости надо со скоростью инстинктивных реакций генерировать ответные решения неординарные, которые, вот об этом мы и говорим, чем наша школа отличается от существующей школы, и будем об этом в следующих роликах говорить, как вырабатывать эти навыки и качества, чтобы в условиях неопределённости чашка, например, упала, разбилась, ты не знаешь, что делать, что тебе скажет бабушка, и в этот момент, чтобы ты быстро понял, что надо как правильно говорить, чтобы был мир и покой. Ну, короче говоря, я привёл этот пример с юмором. Понятно. Я просто хочу нащупать момент, чтобы действительно как-то объяснить. Давайте немножко по-другому подойдём. Давайте. А как объяснить ребёнку движение солнца, движение солнца в течение года? Да. Если мы начнём говорить с точки зрения там этих географических моментов, да, там градусы и прочее, да, градусы у него, это градусник или газировки, вот, а всё остальное как? Поэтому придумалась, допустим, сказка про колобка. Ну, что такое сказка про колобка? Это движение солнца. Народилось солнце, народился каледа, да, то есть это заяц, это ребёнок, это дитя, солнце-дитя. Каледа в народной традиции – это солнце-дитя. Вот он, заяц, да? Вот побежал заяц дальше. Слушайте, вот честно говоря, вы извините, я буду перебивать, хорошо? Да, да. Я всё-таки вот сколько я живу на свете, про колобка слышал, никогда не мог понять, что это олицетворяет совсем другое, чем колобок, который, естественно, сделали круглый. А естественно, я сколько разговаривал с теми же самыми хлебопёками, они говорят, вот шарообразный хлеб выпечь невозможно в принципе. Ну, они так говорят, они взрослые люди. Я говорю, я был ребёнком, я никогда не понимал, что колобок. И сейчас взрослые, поэтому не понимают, что колобок, оказывается, мне рассказывали эту сказку, чтобы донести до моего подсознания, или даже сознания, что это солнце-ворот. Да. Так как мне могло это в голову прийти, я не понимаю. Вот вы мне сейчас объяснили, и я понял. Вы мне объяснили. А можно я тоже встриала? А, да, Татьяна, да. Извините, а то я что-то это чувствую, меня распирает. Моя коллега, тоже психолог, она работала в детском саду и читала детям сказку про трёх поросят. Ну, все помнят сказку, да, там кончается всё тем, что волк падает в котёл, и он сварился. Соответственно, дети задают вопросы. А выпала ли у него шерсть? А выпала ли у него когти? А как он там вылез с котла? В каком виде? А глаза вылез из арбива? Да, 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 да. То есть ребёнок воспринимает как бы, ну, ему надо понять конкретно, что произошло-то там с волком в этом котле, да? Кто-то говорил, а как он пролез в трубу? Труба же узкая. То есть, соответственно, дети реально пытались разобраться в процессе варения волка. Вот. И вот, собственно, подруга моя, я помню, она тогда пришла, говорит, слушайте, приведите мне пример каких-то добрых сказок, чтобы там никого не варили, не ели. И не расчленяли, чтобы дети не задавали такие страшные вопросы, потому что я не знаю, как на них отвечать. То есть ребёнок действительно... И самое главное, когда взрослые отвечают на вопрос, как-то отвечают, это хорошо. А вот когда детям на их вопросы, они же любознательные, время, это потом, вырастешь, узнаешь, и вот они делают из них идиотов. Вот это вот надо избегать, чтобы... У детей всегда много энергии, они всегда с вопросами. Это же гении, потенциальные гении, пока им не вырубят. Их гениальность вот этим самым отмахиваются, не отвечают, говорят, вырастешь, узнаешь. И всякая инициатива вопросительная у него гаснет. Он уже начинает понимать, что думать не нужно, потому что размышления – это вопрошение с поиском ответов на вопросы. Это и есть размышления. Да, Михаил? Согласен с вами. Мы вообще сказок почти не рассказывали. Сон, продолжать дальше. Дальше мы говорим, да? Мы вообще сказок почти не рассказывали. Мне трёхлетний сын говорил, «Папа, расскажи мне ещё о Роберте Вуде». Три года. А как он знал об этом? Часть рассказов уже было, да. А по телевизору слышал, да? Про Теслу спрашивал. Про Теслу спрашивал. Ну, такой мудрый такой. А когда удав. Ну, там… Это не анаконда, это, по-моему, удав был. Где-то в воде ждал, когда газель придёт, и потом раз так эту газель. Да. Аноксидка. Здорово. Можно посмотреть. Да, а потом уже через несколько лет он сказал, «Я не люблю природу. Там все-всех едят». Ну, посмотри. Да, Мыша, давайте ещё про сказки ещё скажите, пожалуйста. Ну, то есть, вот я уже сказал, да, что это движение Солнца. Вот. Когда он встречает зайца, это время с нарождением Солнца, это 24-го, примерно, декабря. До, ну, это, как, зимнее солнцестояние, да, вот, и до весеннего равноденствия. На весеннее равноденствие он уже встречает волка, да, то есть, это уже юность дальше пошла. С равноденствия, да, вот, с весенним равноденствием и по летнему солнцестоянию. Это время волка, это время ерилы, это время юности. Следующий момент уже идёт. Встречает медведя, да, это уже муж. Время, ну, как бы, время получения плодов. Муж идёт здесь. Вот он вам, медведь. Вот. Дальше уже идёт с осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. Я волнуюсь немножко, меня тоже, простите. Вот. До зимнего солнцестояния. Это он встретил в лесу. Леса в русских народных сказках очень часто олицетворяет как раз смерть Мару. Но её задача не просто, как бы, убивать там всех подряд, а её задача очищать мир для следующей жизни. От того, от всего отжившего, от всего уходящего. Вот. И здесь уже солнце заканчивает свой круг, да, это уже старец Хорс, вот, как в народе ещё идёт. Вот. Заканчивает свой круг, и она его уводит уже в нами мир. Вот. То есть леса – это как раз вот олицетворение Мара, который ходит по миру и выискивает слабеньких, хиленьких, дохленьких. Ну, если ты такой слабый хил, и что тебе жить, давай, в общем-то, это самое, отправляйся. В общем, я так понял, между мамой и ребёнком должен быть вы, который будете им комментировать ту сказку, которую мама ему рассказывает, чтобы ребёнок лучше понимал, и мама сама понимала, о чём она рассказывает. Очень-очень. Вот при современных условиях уже да. А раньше люди понимали это всё. И ребёнку объяснили вот эту схему движения Солнца, да, и ему всё понятно, всё ясно. На детском уровне, на маленьком детском уровне. Вот. А потом уже, когда со временем, да, там уже придут и градусы, уже придут. Вот, послушайте, как интересно вы говорите, как ребёнку объяснить, что колобок – это солнечный, это самое, со всеми этими датами, которые вы сейчас сказали, о которых он представления не имеет. Как это до него донести? Ну, почему не имеет? Если раньше праздновали коллагодные праздники, кола – год, кола – круг, отсюда – около, около лица, кола – кол, круг, в котором кол. То есть он жил в той среде, где он автоматически эти сигналы воспринимал в расшифрованном виде. Да. То есть есть праздники, которые празднуются в определённое время. Тогда, наверное, ему это ближе, понятнее, потому что вот ёлка, например, новогодняя, которая ставится, мы все как бы понимали под Новый год, когда ставится ёлка, и понимали про Деда Мороза и Снегурочку, потому что мы автоматом это воспринимали с детства. Да. Потом у нас в Дагестане, например, какое-то время, опять, когда стала религия возрождаться, потому что Советский Союз ушёл, и стала возрождаться и религия, и там возрождаться и слава стал. И там появились такие учителя, якобы, которые стали говорить по телевизору. Да что это за ерунда такая, какие-то деревья дома ставить на Новый год? Ну, то есть вот они разрывали связь между временем и пониманием, и многие люди действительно стали эти ёлки выбрасывать, хотя это была дань памяти прошлого времени и так далее. То же самое с Мавзолеем Ленина, потому что коммунисты придумали, что религия – это кто путается на дорогах земных, ищет дорог небесных. И в то же время Ленина при смерти положили как мумию мавзолей на вечную жизнь, то есть по существу они сами отрицая, это сами же и создали мавзолей, святых мощей, святых мощей. Ну, вот вы видите, какие путаницы происходят, и каждый раз надо распутывать. И как говорил великий Андрей Жит, он говорил как, всё давно уже сказано, но приходится говорить снова и снова. Всё правильно. Всё объяснять снова и снова, из поколения в поколение объяснять. Да, поэтому, конечно, самое главное то, что вы сказали, что на вопросы надо отвечать. На вопросы надо отвечать. Вот в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus. Почему, например, раньше говорили всегда «познай себя». Познай себя. Это вечно, правда? Да. А в школе даже предмета такого нету. Как себя познать? Абсолютно согласен. Да. И вот в нашей школе «Человек будущего» такой предмет есть. И философия человека-творца, потому что в геноме, оказывается, человека, все стадии предшествующей эволюции, во-первых. Ну, я об этом потом скажу. Если вы хотите что-то ещё сказать, дополнить, пожалуйста, скажите, потому что мы сейчас к Татьяне перейдём, я так думаю. Ну, здесь я хочу уточнить, что вот вы сказали, что современное там, да, вот, есть и христианское, но подавляющее большинство именно сказок народных, они были созданы ещё до христианства. Вот. И поэтому основаны на том мировоззрении до христианской культуры, до христианской традиции. Я с учёным. Там мировоззрение несколько другое, скажу так. Очень важно то, что вы говорите сейчас. Очень важно по существу вы связь времён. Раскрываете связь времён и особенность сигналов, кодировок вот этих, которые лежат у нас в сознании. Как они воспринимали слово хлеб и как сегодня слово хлеб воспринимают. Как они воспринимали слово вода и как сегодня воспринимают. Вот это связь времён. Спасибо вам большое, Михаил. На самом деле там очень много образов закладывалось именно образного мышления. Не прямого, а именно образа. И если вы посмотрите на народную традицию, она вся построена на этих образах. Поэтому, когда говорили, кто такой Змей Горыныч, кто такая, говорили Змей Горыныч, Баба Егай, или там Иван Царевич, или там Три Брата, люди просто понимали именно образную подоплёпу вот этих моментов. И тогда уже сказка получалась совершенно другая. И если дети воспринимали где-то напрямую, то с возрастом воспринималась уже следующая своя информация. А со следующим возрастом следующая своя информация, со следующим, следующим. И так вот так вот усложняясь на одной и той же сказке, понимали совершенно, раскрывались совершенно другие вещи. В этом Блок хорошо сказал поэзии, заговоров и заклинаний о том, что Аллатырь, камень, он, алтарь. Потом он говорил, что из хоровода можно было вынести даже рецепты приготовления вишнёвого варенья. Да, что он много об этом говорил. Вот этот очерк у него, поэзии, заговоров и заклинаний, кто не читал, пожалуйста, прочитайте там. Найдите, прочитайте. Очень интересно. Как в культуре содержатся вот эти вот в зашифрованном виде все вот эти сигналы содержатся? Да, просто мы со временем перестали их понимать. А когда начинаешь их раскрывать по новой, раскрывать уже на основании того, что мне по роду рассказывали отцовая мать, бабушка, её сестра, тетя Вера, отец там многие, они же давали совершенно... Вот про трёх братьев это они говорили, вот рассказывали. Когда я уже вот так вот подрастаю, да, ну вот три брата, там чё, а ты знаешь, что три брата это вот это, вот это и вот это. И вот, да, а солнышко это вот колобок. Значит, не просто так, это вот это и вот это. Да, и тогда у ребёнка начинает уже на новом уровне эта же самая схемка раскрываться совершенно по-другому. Это я сейчас вспомнил Бердяева. Бердяев как раз-таки, по-моему, говорил о народно-смеховой культуре. И там много, очень-очень много сигналов зашифровано, и что в этих культурных традициях, песнопениях, всяких хороводах, всяких танцах, всяких этих вот памятных датах, праздниках зашифрованы, зашифрованы. Вот почему женщины, они любят традиции соблюдать, потому что это земля наша, это поддержка нашей жизни, нашей вечности. Они всегда помнят, кого когда поздравить. Они всегда... Мужчины не запоминают вот эти, потому что мужчина всё время погружён в свои там... Он ищет там ответы на вопросы, он где-то там порхает, отрывается от земли, а женщина, она ближе к земле, потому что по природе так устроена. Она все даты помнит, она традиционная в этом отношении, она всё помнит. Когда вам надо поздравить, когда вам надо то сказать, когда вам надо это сказать, она нас поддерживает. Ну, вот смотрите, если взять ту же сказку про Колобкана, как начинается? Жили-были дед и баба. Дед – это мужское начало, это небо. Баба – это женское начало, это земля. Дальше попросил дед-бабу сделать ему Колобок. То есть задал... Мужское начало что даёт? Структуру. Женское начало что даёт? Плоть по этой структуре выстраивает. Попросил дед-бабу сделать ему Колобок, то есть задал структуру. Она по амбарам помела, по сусекам поскребла. Сделала Колобок. И запустили они его по сварожьему кругу. Это в народной традиции вот так вот сказка. Сварожий круг – это и есть небо. Колу – Бог, круглый Бог. Что у нас на небе? Вот как раз солнышко. Вот он и покатился. Все ясно. Спасибо вам большое. Спасибо. На здоровье. Я надеюсь, вы у нас на Телеграме уже подписаны. Я надеюсь, что вы смотрите наши ролики и на других каналах, потому что мы иногда чаще бываем на Ютуб-канале, мы чаще иногда бываем в Телеграме, мы бываем и на Инстаграме. Мне надо, чтобы все участники нашей школы «Человек будущего Хомофутурс» были подписаны на всех каналах, потому что не везде одно и то же дублируется. А иногда есть там такие материалы, у которых нет других каналов. Вот такие дела. Спасибо вам большое, Михаил. На здоровье. Я думаю, что в следующий раз, как вам захочется, вы нам напишите и снова пойдете. И снова мы проведем вопросы, потому что здесь под этим роликом, как только мы его выпустим, у наших смотрящих наши ролики появятся вопросы, и они захотят к вам обратиться и напишут свои вопросы. И вы, пожалуйста, следите за комментами, чтобы ответить им. И они вас, безусловно, спросят, как ваша фамилия, где вы находитесь. Скажите, пожалуйста, и здесь тоже. Лепешкин Михаил Александрович, автор цикла серии «Сказки Бурова Медведя». «Сказки» пишут как раз с ответами на многие вопросы. Есть повод, как Солнышко там говорил, да, есть целый коллагодный цикл по народным, по сказкам, по народным праздникам. Ну и есть группа ВКонтакте, есть группа в Телеграм. Пожалуйста, обращайтесь. Еще раз фамилию скажите громче. Лепешкин. Лепешкин. Очень интересная фамилия, как раз сказочная. Жмем руку. Спасибо вам большое. Что у нас Наташа написала? Интересно. Да, Татьяна. Татьяна, вступайте, пожалуйста, вступайте, а то мы с Мишей уже ждем вас. Мне очень интересно, я с удовольствием слушала. Подумала, что лепешка – это, в общем-то, и модель колобка в какой-то мере. Ну да, 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 это же как раз с тестом связано. И тесто, и круглое оно тоже, да. И плоское. Заодно и плоскоземельцы довольны. Да, 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 да. Очень много метафор, да, очень много метафор. Это, конечно, очень интересно. Нет, подожди, не плоскоземельцы, это плоскосолнце тогда получается, да? Ну да, солнце, ну да, наверное, плоскосолнце. Плоскосолнце, вот, новое будет у нас движение плоскосолнца. Скажите, Татьяна, чем вы занимаетесь там? Ну, я везде занимаюсь примерно одним и тем же. Я психолог и занимаюсь в основном сейчас консультированием. Ну, преподаю еще какие-то вещи тогда. Что вы преподаете? Психологию. Я веду вебинары по психологии. Вот в основном сейчас конзактным анализом интересуюсь, да. Конзактным. Ну, вот скажите, пожалуйста. Вот у меня есть такая теория, что когда специалист разговаривает с человеком и наводит его внимание на больную точку в душе, и тот начинает рассказывать, рассказывать из него, потоком льется речь, и у него происходит разгрузочное действие, разгрузка, что это лежит в основе психоанализа. Между словами, маленькое расстояние, поток. Когда человек потоком выговаривается, он разгружается. И поэтому я предлагал у нас, когда мы проводили бесплатные ликбезы или вебинары, что если у вас проблемная ситуация, то вы выговаривайтесь, закройте двери, чтобы никто не слышал, а то подумают, что вас надо уже в больницу везти. И просто сыграйте в эту игру. Ходите по комнату и выговаривайтесь, выговаривайтесь и следите за тем, чтобы, между словами, промежутка было поменьше. Если вам нечего в этот момент выговорить, говорите там ля-ля-ля или там ля-ля-ля, па-па-па, ну что вам удобнее. Если при этом у вас болит горло, и вы, допустим, не можете громко выговариваться, то надо синхронно с текущему состоянию это делать действие. Надо выговариваться на том уровне, чтобы не создавать себе напряжение лишнего. Плохо вы говорите, плохо говорите, вы можете шепотом выговариваться. И вот оказалось, когда вы подбираете действие синхронно к текущему состоянию, когда вы создаете поточность этого действия, вы потом через 3-4 минуты, ходя туда-сюда по комнате, выговариваясь, выругиваясь, выплёскивая все, что в голову приходит, думая, о чём думается, говори, о чём думается, делай, что делается, вот эту свободу, когда себе даёте, потом у вас и голос лучше становится, и горло перестаёт болеть, и голос становится громче, и вы уже можете и петь. А я сегодня не поющий. Я в концертном костюме не пою. Поешь? Да. Я пою только, когда у меня обычная. А, понятно, понятно. А что ты делаешь в концертном костюме? Сижу. А, ну я понимаю. Красую. Не, ну все же слышали, и исполнение на фортепиано. Да, 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 посмотрите прошлые ролики наши с Михаилом, да. А вот какой я бываю, никто не видел. Да, тебя специально попросили. А теперь вот. Да, да, да. Ну ты посмотри, какой вот. Вот какой у нас Миша. На век я твой, моя моряка. Вот. Вот. Отлично. Да. Между прочим, между прочим, вот так я его неожиданно, неожиданно, неожиданно. Какой стресс устойчивый. Стресс устойчивость? Это не значит, что вы никогда не волнуете. Это значит, что вы легко выходите из зависания в волнение. И когда волнуетесь, всегда знаете, что надо сделать. И когда попадаете в неопределенность, когда у вас резкое напряжение, знаете, что надо сделать. Повторяемые действия снимают напряжение. И вы знаете еще и ушки размять. И вы знаете еще узелки на память. И вы знаете еще, как шею размять. Вот так и как рукой подпереть. И у вас вдруг махровое полотенце. Потому что берешь, кладешь махровое полотенце. А через него, когда разминаешь шею, а это зоны Захарина Геда, кровообращение улучшается. В клетки мозга больше поступает кислорода. И тогда у вас сразу меняется состояние. Меняется состояние на легкость, свободу. И вам хочется уже создавать, творить. А не только выживать. Не только страдать. Но мы еще об этом поговорим. Нет, а Татьяна тоже стресс-то усойчивая очень. Я могу рассказать. Да, давай, расскажи. Я почему-то вспомнил, как я в Герцена к тебе приперся. А, это было замечательно. Да, преподавала. Вела какое-то занятие в Герцена. Вот я приперся. У меня мало того, что лысая башка была, она еще была в порезах. И это было залито зеленкой кое-где. Да, примерно так пришел. Вдоль, да. И не в таком концертном костюме, а в какой-то драной футболке, что ли. И ты говоришь, как Жанна Деяр, кто любит меня. Да, в сандалиях. Да, что... Таня, что сказала? У меня была группа тогда. У меня были студенты экономического факультета. И мы... У нас был тренинг такой интересный. Я сказала, сейчас я вам представлю специалиста по гипнозу. Специалиста с европейским именем. Михаил Юрьевич, пожалуйста, заходите. Ну и, в общем, гипнотизировать, так уже не надо было. Вся группа застыла просто мгновенно. Это было замечательно. Отлично. Там один мальчик-то все смотрел на свой палец. Да, да. Отлично. Татьяна, расскажите еще, например, что вы любите больше всего на свете преподавать? И какие вам нравятся вопросы, когда вам на консультациях люди задают? Лошканек, лошканек, да. Вы знаете, я хотела сказать, дополнить вот по поводу того, что вы говорили про речь. Есть такая народная, я даже не знаю, ну вот из разряда народная медицина, что когда человек проснулся, ему страшный сон приснился, что надо идти к текущей воде и говорить, говорить, рассказывать этот сон. Это вот про это же. Благодарное, это то, что делается на сон анализе, да. Так то есть кто можно открыть? А? Кран, да. Да, 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 да. Да не обязательно ручей. Открываешь кран и давай воде рассказывай все, что у тебя там во сне приснилось. Да, можно воде рассказывать, да. Там вот так еще можно. Да. И рассказывать. Можно воде рассказывать, да. Можно иконе, иконе рассказывать. Это самое главное, что человек всегда ищет опору не внутри себя. Конечно. Он ищет опору где-то вовне. Он готов пойти консультироваться к психологу или к бабке, которая там гадает, там на кофейной гуще он готов пойти туда. Потому что как только у него появляется неопределенность, он все время ищет точку опоры. На этом и основано внушение, на этом основана гипнотизация. Я потом в следующем ролике расскажу как быстро можно гипнотизировать людей, чтобы они даже не заметили, как вы это делаете. Итак, дальше, пожалуйста, Татьяна. Да, я хотела рассказать про то, как я давным-давно, когда я познакомилась с синхрогимнастикой, я видела ваши ролики в интернете, и у меня были клиенты, которые жаловались на сильный стресс, например. У меня вот было несколько женщин с таким тревожным расстройством, которое длилось очень-очень давно. И я им присылала ваши ролики, соответственно, рассказывала, как делать, показывала. И, в общем, мы там с ними работали какое-то время. У меня недавно был вебинар, и вот эти две женщины, с которыми я тогда работала, они пришли на этот вебинар. И в процессе работы я вспомнила, и говорю, вот есть такая синхрогимнастика, и обращаюсь к одной из них. Юлия, вот кажется, вы делали раньше вот синхрогимнастику, расскажите свое впечатление. Она говорит, что значит делала? Я делаю ее постоянно. Перед нашей встречей я тоже ее делала. Для меня, говорит, это стало просто вот как формой жизни такой вот определенной. И если я хочу избавиться от тревоги, то я использую синхрогимнастику. И вот все очень довольны. Я хочу вам сказать, что я очень рад этому. Я хочу вам сказать, что у меня однажды один парень позвонил и говорит, а у меня такая лень, и мне неохота никакой в вашей синхрогимнастике делать. Я говорю, это же находка для ленивых. Он говорит, как? Я говорю, вот ты лежишь в постели, тебе не хочется вставать, допустим. А что тебе хочется делать? Он говорит, мне хочется ногой потрясти. Я говорю, ну труси вот это же есть, подбор действий соответствует текущему состоянию и отмечается хрогимнастика. А сам процесс подбора путем их перебора это есть развитие творческого мышления. Потом этот парень стал стихи писать, потом он стал рисовать, потом он стал петь песни. И теперь это очень известный человек. Это Васильев, который мы могли видеть и по телевидению и так далее. А годы это были, я вам скажу, это были в 98-й, по-моему, год. Вот интересно, правда же? Да, это здорово, замечательно. Потому что это находка для ленивых. Делай то, что тебе хочется делать. А почему психу все равно приходится об этом говорить и этому, как говорится, учить? Потому что у человека нет этого понимания. Потому что никто ему никогда не объяснял, если хочешь восстановить свой организм, накопить силы и энергии, делай то, что тебе нравится. Потому что восстанавливаться можно только свободой. А он говорит, а что мне нравится? Ему никогда не объясняли, что ему нравится. Я очень часто, кстати, сталкиваюсь в своей работе с людьми, которые не имеют разрешения делать то, что хочется. Им кажется, что только то, что надо, то, что неприятно, может принести пользу. И когда говоришь, а что хочется? Ну, мало ли, что мне хочется. Это не важно. А это как раз и есть важно. Вот, например, можно пять минут в день закрыть дверь, чтобы не подумали, что вы тетюл. Плакать, если хочется плакать. Смеяться, если хочется смеяться. Играть в детскую игру. Что вы любили в детстве делать? Имитировать эту игру. Например, любили машинки по столу водить? Ну, представьте себе, что у вас в руке машинка. И водите ее вот так. И вы заметите через минуту-полторы, что вы прямо окунулись в это детство. И у вас включились эти гормоны. И вы начинаете омолаживаться. Вот как я вас гипнотизирую, видите? Ритм. Гипноритм. И образ, который сообщаешь с такой перспективой, что человек невольно фасцинируется, то есть завораживается. И у него представление открывается, что он молодец. И за счет этого я молодею все время. Особенно одежду поменяешь, сделаешься светлее и выглядишь совсем молодо. Вот я подумала, вы когда про машинку стали говорить, у вас так лицо изменилось прямо. Как будто вы эту машину... Теперь мощнейший ресурс восстановления из всех психосоматических проблем, из всех вот этих вот... Даже волосы темнеют. Видите, у меня не совсем все выпали. Это у меня все... У меня выпали. Это он побрелся, побрелся. Были белые, а теперь выпали. Так вы действительно женщины... Вот я вам сейчас скажу. Я врач, я могу вам сказать, вы меня поймете. У них наступила менопауза. Климакс. Климакс наступил. Они начинают играть в детскую игру. Через месяц два, три, четыре у них начинаются опять месячные. Они пугаются. Они говорят, это нормально или не нормально. Конечно, было ненормально. Их преждевременное наступление. Климакс. А нормальный как раз-таки... То, что сейчас опять гормональный баланс восстанавливается. Опять начались месячные. Ну, а идет омоложение. И кожи лица. И всего. Дряблость уходит. И походка уходит. И появляется легкость. И хочется танцевать. Ну, все как в детстве. Появляется... Детство – это наш ресурс. Берегите его. Держите его руками. И вот сейчас я вам подсказываю, как это делается. Я часто это подсказываю в нашей школе «Человек будущего» Homo Futures. Для чего? Чтобы мы могли энергию своего детства, свою любознательность, энергичность, желание творить, создавать. Чтобы мы восстановили у себя, несмотря ни на какие припоны и колебания в жизни. Я могу добавить свои пять копеек? Да. А вот сказки, они как раз во многом и выводят тоже в детство. И то, что вы говорите, повторяющиеся движения, которые нравятся. Есть такой русский народный танец «Ломание». Когда человек выходит и просто начинает делать вот то, что ему нравится. Он как пьяный качается. Правильно, правильно, правильно. Михаил, в следующий раз, пожалуйста, объектив сделайте, чтобы мы вас с удовольствием лицезрели, могли вам мысли на руку пожать, видео сделайте, чтобы мы вас могли видеть. И вам будет тоже приятно, потому что у меня, например, есть волшебное зеркало. Это когда у меня настроение плохое, я включаю интернет и вижу комплименты, которые мне пишут. И людей, которые мне улыбаются. Это волшебное зеркало поднимает настроение, поднимает здоровье. Конечно, и вас будем видеть. Я сам очень расстроен, что камера, это почему-то... Ну, я улыбаюсь, честно. Отлично. Татьяна, еще? Я уже забыла, о чем я хотела сказать. А, это не страшно, не страшно. Вот посмотрите, какой Миша у нас. Вчера, вот кто не видел, пожалуйста, посмотрите два наших ролика. И первый, и второй, который, если кто не видел. В первом ролике Миша лежал вверх ногами и играл там на пианино вот таким, как... Ты можешь сейчас показать? Перекрещенными руками, да. Перекрещенными руками, да. Потом он пел, пел тенором. Ну, давай еще раз. Так я уже... Про морковь я спел уже. Более достойного ничего не будет. А-а. Слушай, Миша. Я шоколадку съел. Ты там, помнишь, я у тебя в интернете видел. У тебя как называется? Вот этот канал, ты там пел. И тот весенний вальс. Да просто меня набрать и все. Ну, скажи, Михаил Ефимов. Михаил Ефимов, да. Он же и психолог у нас. Он у нас занимается и логопедией. Он занимается и... Ну, это взрослая логопедия. Взрослая логопедия. Там вот это лечится после инсультных... Восстановление речи. Восстановление. Потом ты чем еще занимаешься, Миша? Блин, приходится и психотерапией заниматься, потому что одно дело нарушение речи. Другое дело больной начинает осознавать свое состояние. Во что же он вляпался? Что же с ним случилось в конце концов? То есть ему надо помогать это переживать. В литературе много пишется о том, как работать с одной афазией, с другой афазией, с третьей афазией. А работать-то приходится не с афазией, а с Иваном Ивановичем или Марьей Петровной. Это совсем разные вещи. К тому же у них есть родственники, которых тоже это все постигло неожиданно. То есть человек был здоровым, ходил на работу. И потом, например, с работы сказали, что его увезли на скорой. Да. И потом получили человека неговорящего, неходящего, который даже не может встать. Да, это у каждого есть акклоросия у них, конечно. Вот это и, мало того, никто не гарантирован. Это вот, вот я могу сейчас прямо от вас выйти, и точно так же меня могут увезти, но это... Ты ключ знаешь, у тебя этого не будет. Нет. Повреждения, это вот такое, оно может быть маленькое, меньше горошина. Последствия просто катастрофические. Но люди восстанавливаются. Правильно. Восстанавливаются, и самое главное, это вот я ваш принцип адаптации использую, потому что самое главное, это контакт именно с этим человеком, именно на уровне личность-личность. Ну, как это? Объясни, объясни, вот всем объясни, кто не хочет. Вот всем, ну, тут, я не знаю, это метафора, это буквально, но я не работаю с зоной брака, с зоной верники, еще с какой-нибудь зоной, я работаю с Иваном Ивановичем. Что он, что он любит, что он ненавидит, что он знает, какие у него были интересы. То есть, ты разговариваешь с ним на уровне его внутренней речи. Как он видит мир, как он понимает мир. Вот это, да. Как он себе это представляет? Ты выходишь, ты адаптируешься на его мироощущение, с ним там, на этом языке. Вот это, да, это есть термин такой, эмпатия, но я другой, я термина не придумал к этому, но эмпатия это в чувствовании, а здесь это вдумывание, то есть, как это выглядит все. Сопереживание? Нет, тут сопереживание, это уже давно было, и оно давно описано. Тут именно как вот, понять, как он думает, как он пытается в речи это воспроизвести, как это все происходит. Вживание, вживание, да, ну, как это, есть аналог такой, когнитивная эмпатия, но он не описывает полностью всего этого. Да, это очень важный момент. Да, если есть вот что-то подобное, то работать становится легче. Вот я, когда разговариваю с человеком, я живу его жизнью в этот момент. я вижу то, что он видит, его глазами, поэтому я психотерапевт. Не потому я стал психотерапевт, нет, я потому стал психотерапевтом, потому что я по природе такой. я добрый, отзывчивый от дедушки. И поэтому, когда я с человеком разговариваю, я живу в этот момент его жизнью. Он мне говорит, ты знаешь, вот мне мама так досаждает, она меня не понимает, я уже ей сострадаю, сострадаю, а ты говоришь о разумном отношении. То есть ты... Да, 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 именно вот. Вот как бы это... Вот понять, как работает разум. Да, вот как бы это определить. Давайте, друзья, если вы можете нам подсказать, подскажите, как вы бы это определили. Подбор путем перебора. Вот, например, инженер у меня был. Да, да. Ну вот я приходил, он своего имени назвать не может. Да. То есть, как его зовут, потому что, аааа, ничего не получается. Я говорю, хорошо, понедельник, вторник, среда, молчание. Да. Январь, февраль, март, молчание. Да. Один, два, три, четыре, пять, шесть, ну, так нормально все пошло. Ну, что инженер, я знал, вы случайно не скажете, сколько будет 12 на 12? Можете. Да. Это 144. А как вас зовут? Да. Молчание. Так. А 18 на 18 не подскажете? Да. 324. Он вышел на его, да. Молодец. То есть, вот найти то, в чем будет контакт, и у нас довольно долго ничего другого мы не могли делать, как только считать. Как найти вот это желание? Путем перебор. Ну, никак. Я понимаю, значит, ты знаешь, придумал несколько техник, их примеряешь к нему, да, вот. Время новой техники. Я их не могу в явном видео определить техники. Это именно что, подбор, именно перебор, ну, естественно, сбор анамнеза, я знаю, кем он работал, кем он был. Это еще те точки, которые отзовутся, да? Да, что отзовется. И вот через это можно доставать все остальное. Слушай, как интересно. У меня вот психология говорит, что ставим человека перед сном. Да, мне логопеды говорят, ты работаешь не как логопеда, а как психолог. Нормально, меня в очередной раз погладили. У меня случай был смешной, я рассказывал, как мальчик был немой, не мог разговаривать, его отец привез ко мне, я еще иглотерапевтом Махачкале работал, много лет назад, после института. Я с ним разговариваю, а он не может, он только кивать может и только писать может. Он говорит, после больницы какой-то там, он был в больнице, и после этого онемил. И отец стоит за моей спиной, говорит, вы его вылечите, я дом продам, я вам дам, потому что ему скоро в армию, а тогда почетно было в армию. Я ему скоро в армию, а он говорит, у меня разговаривать не умеет, я дом продам. И он пока разговаривает, Я ему говорю, смотри мне в глаза, он сможет мне в глаза. Я говорю, ты когда маленький был голубей гонял, а он, да, гонял. А я его приковал взглядом, чтобы он не отвлекался, заворажил. Я говорю, смотри в глаза, не отвлекайся. А потом ты когда с голубями гонял их, ты им свистел? Да, я говорю, как-то, и он так делает, я говорю, громче, громче, да, он свистнул, а потом я говорю, у, он говорит, у, а, у, мама. И он разговаривался, а отец стоит сзади, я дом продам, я то, а его тоже разговаривает, да. Я говорю, проходи завтра с ним, мы закрепим у него, чтобы он опять не сорвался. У него, оказывается, была истерическая анимота. Потому что его там укусил клещ, клещ укусил, сильно была боль, и он в больнице лежал, начинал орать от этой боли, а ему говорили, нельзя орать, замолчи. И у него замкнуло на этом уровне. И он стал немой, и я его разомкнул. Вот примерно вот такой творческий подход был, как у тебя. Да, ну, приходится все время делать что-нибудь подобное. На что будет ответ, на что будет ответ. Иногда бывает, что не найти. Бывает такое. А вот у нас Михаил сейчас, там была фотография. Наташа, это ты поставила, да? Так, нам Наташа помогает там, поэтому я думал, она поставила Михаила фотографию. Ну, наверное. Так, еще один какой-нибудь случай приведи, пожалуйста. Еще у меня есть... А, ну, про Юрия Горнова все знают. Вот он потрясающе, это гениальный человек. И некоторые говорят, что никто его не превзойдет. Но я примерно знаю, кто его может превзойти. Да? Да, сейчас у меня мальчик есть, аутист. Да. Он только недавно научился нет говорить. Так, у него спрашивают, ты в школе был? Да. А математика была? Да. А ты на воздушном шаре летал? Да. Ну вот, так вот этот мальчик в компьютере открыл, посмотрел текст какой-то на корейском языке. Ну, вечером он взял листок, а три все это написал. Мама говорит, там ошибки две-три было. Ну вот. Как вообще, как это звучит, знаешь? Да. Ну вот он и сказал, да, нет, нет. Нормально. Нормально, нет. А корейский язык, знаешь, нет. Вот, потом где-то через неделю уже он слово «я» сказал. Ну, для аутиста «я» сказать – это уже серьезный скачок в развитии, потому что он себя в третьем лице называл только. Да. Вот. И теперь и нет уже есть. И, с другой стороны, я не знаю, как он со мной общается. Что можно сделать? Ну, как можно общаться с человеком, который не может запомнить страницу? Ну, как? Я вот не могу запомнить страницу. Он может. Он на меня, наверное, смотрит, как на человека на деревянной ноге. Ну, что это вот взрослый? Мы с ним переводим с английского на греческий, с греческого на английский. Вот. Он так радуется, когда я ошибаюсь. Там прямо в восторге у него. Опять же говорю, а по-русски ты знаешь, что это такое? Нет. При этом перевод правильный. Вот. И я думаю, что, по крайней мере, по запоминанию, то он перехлещет всех, если у него это останется в таком виде, если он будет это развивать. Сколько я молюсь? Восемь. Очень интересно. А ты как думаешь, отчего у детей аутизм? В таком количестве сейчас говорят очень много детей аутистов. Так а сейчас же стали ставить аутизм. Раньше его не ставили просто. Не ставили. Ну, хорошо. Сейчас даже аутизм нет. Раньше что было? Или камера ставили, или аспергера ставили. Да. А сейчас... Что это аспергер? Это что такое? Аспергер – это аутизм, но не очень тяжелый. При котором можно и в школе учиться. А камера – это был аутизм, при котором уже... Ну вот, Таня, я не знаю, ты же была, наверное, да, когда нас повели, да? Да. Вот этот мальчик Алеша, да? Угу. То есть, что 60 человек привели. Это вообще было потрясающе. Ему было совершенно по барабану. Да. Спрашивают, что в зале не так? Он ходил, ходил, говорит, канат. Канат. Да, канат. Обычно заправлен наверх, а тут канат просто болтался. Да. Вот что 60 человек туда вошли. И его спрашивали, ты видишь кого-то? Он говорил, да. Кого ты видишь? Вас. А еще? Все. А вот там люди есть, и он так взглядом скользит по нам, по всем? Говорит, нет. И он не видел людей. Это действительно было очень страшно. Слушай, я хочу сказать, что... Он в школу пошел через пару лет, тем не менее. Я хочу сказать... Это само канера. Я хочу сказать... Извините, мне надо отключиться. Извините, пожалуйста. Татьяна, один момент. Мы тогда и сами закончим. На прощание мы сейчас тоже будем заканчивать. Я хочу ко всем обратиться с просьбой. Все мамаши и папаши, у кого аутичные дети, можно так сказать, с аутизмом. Ну, сейчас расстройство аутистического спектра ставят. Пожалуйста, пишите, пишите мне. Ватсап или в Телеграм. Кто хочет, чтобы мы попробовали чем-то быть помочь. Чем-то быть полезными, да. Чем-то. Потому что у меня был опыт, когда мамаша мне сказала, мальчик стал по-другому как-то к чему-то относиться. Да, и вот это вот очень важный момент. Но потом я ее потерял из контакта. Я могу от себя еще добавить про аутизм. Есть разные методики. Вот мой опыт все больше и больше меня убеждает в том, что самое важное – это время, которое вы совместно проводите с этим ребенком. Время, в течение которого происходит совместная деятельность. Да. Что вы делаете? Вы там моете посуду, катаете машинки, переводите с греческого, что-то запоминаете, что-то рисуете. Это абсолютно все равно. Вот проводите вы вместе час в сутки, пять часов или десять часов. Вот это имеет значение. А остальное – это уже вот такой терки, спор разных школ. А вот теперь, если мы совместим, чтобы вы проводили вместе, а еще и по упражнениям синхрогимнастики имеет значение чем, вы увидите, что с детьми происходит. И поэтому, я в этом уже убедился, поэтому пишите, пожалуйста, в Телеграме или пишите в Ватсапе или в Скайпе. Пишите, кто хочет с нами, чтобы мы помогли чем-то. Давайте. И дауны. И дауны, потому что это будет потрясающий эффект. Ну, посмотрите, посмотрите, потому что у нас есть новые техники. Посмотрим. До встречи, друзья. До свидания. Пока. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Спасибо за приглашение. И Сталилу Сказочнику. Большое спасибо. До встречи. Благодарю вас, Петру. Вообще большое спасибо. Хоть он и не пел. Ничего. До встречи. Все, не идет эфир. Это Наташа делает, да. Выключай, Наташ. Все. Что, по-моему, получилось недурственно. Начинаешь. А я принес музыкальный.